здравствуйте уважаемые друзья по многочисленным вашим просьбам мы сегодня будем изготавливать такую мушку как для ловли кефали поэтому пеленгаса поэтому я хочу сперва рассказать вам немножко материалах они достаточно специфические так как поимка такой рыбы очень серьезно она у нее питание только водорослями и в основном можно эту рыбу поймать во время прилива отлива когда водой отрывается водоросли и они уже можно спокойно рыбе их подбирать значит нам необходимо подобрать в тон нашим водорослям вот такие как вы видите у меня несколько разных оттенков перья это петушиные для стримеров наборы и имеется вот такой хороший флюо шартрес именно настоящий марабу если по каким-либо причинам у вас допустим не будет вот такого материала к сожалению заменить можно но будет несколько хуже это вот из наборов которые имеются петрушиные вот такие перья тоже флюоресцентные как вы видите можно использовать вот такую пуховую часть нам понадобится также специфически вот такой немножечко можно использовать дабинг камера конечно немножко не передает полностью так оттенок он в тон тому перу который я подобрал и самое основное это нить значит я как всегда вот вы видите у меня есть распущенная тесьма которую я использую она у меня нитка тоже в тон если имеется возможность то можно приобрести нить которая вот есть в наборах хэнса но к сожалению я не смог такой найти поэтому я вот распустил свою тесьму этой ниточкой и мы будем изготавливать на каких крючках особенность движения нашей мушки должно быть жалом вверх поэтому я беру крючок вот тот который продается это не реклама вот у нас одно время продавались вот такие крючки для карпа можно купить по такому изгибу немножко подходит даже несколько лучше вот такой крючок такой формы это не реклама он специально предназначен для морских рыбалок поэтому все условия здесь у нас достаточно подходят теперь что самое главное я делаю подложку так как при намокании вот наша вот эта темная часть будет потом просвечиваться и будет крайне некрасиво для наших рыбалок вот и все давайте теперь приступим подложку желательно выполнить и даже если на белом крючке так как при намокании нить ведет себя по-разному я учитывая то что у меня подложка готова креплю свою нить в районе загиба неудобно очень неудобно но нам желательно вот всю поверхность которая у нас имеется ее использовать если у вас несколько будет другой формы можно приблизительно начинать там где жало или в районе жало теперь обязательно я использую клей для закрепления так как у нас материал подложки скользкий и нить сама полиэстер полиэтилен если так сказать тоже достаточно скользкий дальше я уже не применяю клей будем использовать нашу нить стараться столько сделать оборотов сколько нам необходимо начинаем подбираем для себя определенную длину бородок те которые вот нам здесь понадобятся отрываем небольшой пучок тот который нам необходим от пера и что я делаю нам нужно подобрать вот ту величину которая будет как бы создавать у нас вибрации значит что я делаю я беру вот эти которые несколько длиннее обрываю вот так не выбрасываю так как мы будем использовать эти перышки в качестве даббинга и теперь уже подбираю ту величину которая мне необходимо укладывая под небольшим изгибом и притяжной петлей начинаем подхватывать наш материал здесь мы еще с вами можем откорректировать величину длину вот подтянули и вот я не тяну ее вверх посмотрели как у нас слишком длинная вот я теперь беру и подбираю ту длину бородок которая будет уже в моей мушке все подобрали и теперь уже окончательно следим за тем чтобы перо никуда не уходило а находилась строго у нас над цевьем теперь я поднимаю вот это вверх и проматываю теперь перед пером вариантов изготовления мушки вот для поимки кефали форели кстати и с нормальным условием рыбалки может у нас попадаться и толстолобик вот остатки мне позволяют использовать всю длину моего пера я отрезал если у вас перу будет несколько короче поэтому подрывайте его и спокойно можно класть вторую прядь закрепили теперь я беру хорошо проматываю вот место так чтобы уже окончательно никуда не делись наши перышки беру вот эту часть которую мы с вами оторвали и начинаю формировать небольшую дабинговую вот такую веревочку чтобы скрыть следы нашего злодеяния проматываем подтягиваем обязательно наше перо она будет непослушная и нить полиэстер вот так отлично принцип нам уже понятен мы с должны укладывать до тех пор пока дойдем до загиба давайте я дойду до середины и потом мы с вами продолжим вот мы с вами дошли до середины и я специально остановился чтобы вам показать что можно допустим если перо у вас не подрезать а вот удерживая вот так ноготочками аккуратненько мы общипали опять же не выбрасываем это нам пригодится для дабина ну и еще осталось три-четыре наборочки сделать в принципе то пышность пучка вы уже будете подбирать для себя сами это не столь принципиально просто я уже начал вязать на очень крупном крючке если на более мелком то можно спокойно это изготовить и пять шесть семь вот таких пучочков уложить давайте я дойду до завершающего узла и мы с вами уже потом дальше продолжим вот друзья мои и все как вы видите достаточно простая мушка несколько конечно по материалам не совсем удобная но теперь перейдем к самому главному если мы с вами изготовим ее в два раза меньше поставим перьев кстати что касается перьев вот я использовал пуховую часть петушиного пера и из одного перышка марабу как вы видите и камера вот вам передает несколько сложновато найти даже переход где какие перья главное подобрать даже если есть небольшие отличия в оттенке это хорошо потому что вы сами не знаете также как допустим и я как наша расцветка солнечный это день будет или это будет пасмурный день как будет реагировать рыба на такую нашу расцветку то есть в трех оттенках желательно изготавливать и самое основное вот в таком варианте как я изготовил мною скажу честно не было поимок но у моих друзей толстолоб и карп попадался вот на такой пышный жмых как я буду говорить пучочек наших водорослей если для морской рыбалки то можно в два раза меньше для того чтобы мушка быстрее погружалась и в то же время достаточно хорошо все это играла вдоль камыша спокойно можно пытаться поймать толстолоба вот и все друзья мои пробуйте экспериментируйте благодарю вас за внимание до до скорых встреч